Пугачёва и Галкин, замок в деревне Грязь, что с ним будет, был продан или нет, кто возможные покупатели? Что является правдой, а что просто слухами? Об этом мы поговорим с вами в нашем следующем видео. Почти три месяца назад Максим Галкин и Алла Пугачёва покинули Россию, обосновавшись в уютном израильском городке Кесарии, расположенном на берегу Средиземного моря. Юморист уже строил творческие планы, готовился к гастрольному туру. Алла Борисовна, проходила курс лечения в элитной клинике. Несколько дней назад прошли слухи, что замок юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачёвой в подмосковной деревне Грязь хотят пустить с молотка. Поговаривают, что у переехавшей в Израиль звездной пары просто нет средств на содержание дорогостоящего объекта недвижимости. От особняка решили спешно избавиться сейчас, экс-ведущий Первого канала спешно ищет покупателей. Напомним, что по собственному признанию Галкина, его фактически вынудили уехать из страны. После того, как юморист публично осудил решение российских властей, касающиеся Украины, от него отвернулись рекламодатели, все запланированные концерты были отменены. Артиста лишили средств к существованию, и он начал искать новые источники дохода за границей. Немного позже прошла информация, что Алла Пугачёва всё-таки вернулась в Россию с детьми Гарри и Лизой. Продюсер Владимир Гинсбург предположил, что возвращение Аллы состоялось из-за того, что Примадонне необходимо выставить на продажу замок в грязи. В конце сентября Алла Пугачёва с наследниками вновь покинула Россию и улетела в Израиль. Вскоре после этого в прессе всё же появилась новость, которую поклонники артистки боялись услышать на протяжении нескольких месяцев. Женщина, которая поёт, выставила на продажу свою любимую загородную резиденцию. Замок площадью 2300 квадратных метров подмосковной деревней Грязь неоднократно становился предметом обсуждений. Поначалу соседи Звёздной Читы даже жаловались на зловещую тень, которую Дамина отбрасывал на их скромные огороды. Теперь же россиян волнует другой вопрос, напрямую связанный с новым владельцем имения. Уезжая, певица оценила семейное гнёздышко в целый миллиард рублей. При этом роскошное жилище всё же нельзя назвать востребованным. Тому виной местонахождение и специфические интерьеры поместья. Кроме того, солидная стоимость сейчас по карману лишь небольшому числу покупателей. Своей точкой зрения на этот счёт с журналистами поделился музыкальный продюсер Дмитрий Ашуров. По его мнению, столь серьёзную покупку на сегодняшний день не смогут осилить даже Филипп Киркоров, Андрей Разин или Эмин Агаларов. Скорее всего, легендарный замок достанется строительному или нефтяному магнату, а быть может, и вовсе представителю криминального мира. Шоумен не исключает, что счастливчиком окажется один известный человек, имя которого он не постеснялся озвучить прессе. Политики не будут покупать. В шоу-бизнесе не лучшие времена сейчас. Может купить дом Андрей Ковалёв, лидер рок-группы Пилигрим. Он и в шоу-бизнесе, и любитель похвастаться, и деньги такие есть он из сферы бизнеса, заявил Ашуров. Однако пока владельцы поместья в отъезде, присматривать за домом поручили Никите Преснякову. На днях молодой музыкант впервые прокомментировал происходящее событие и всё расставил по своим местам. Нет, я там не живу. Алла и Максим не продают замок. И в Латвию они переезжать не собираются. Всё, что пишут в интернете неправда. Мой вам совет, не верьте всему, что показывают на сомнительных каналах, когда некий голос за кадром озвучивает непроверенную информацию. Выходит, что продажа имения это всего лишь слухи, и возможно, что Примадонна всё-таки вернётся на родину, своё родное имение. А вы верите в то, что Галкин выставил на продажу своё детище, воплощение юношеской мечты, огромный замок в подмосковной деревне Грязь? Напишите, пожалуйста, это в своих комментариях под видео, и подписывайтесь на наш канал. До встречи!